В последние дни, может быть недели, две последние, мне поступило несколько предложений от моих знакомых людей в интернете в предложении рассмотреть компанию, новую, крутую, богатую, которая заходит на русский рынок, на предмет ее перспективности и возможности заработать там большие деньги. В красочных тонах мне описывали преимущества этой компании, одним из главных козырей, например, один парень говорил, что вы представляете, вы там можете иметь себе, заказать себе духи, которые будут сделаны персонально вами, там есть у них какая-то в компании линия по производству этих духов, длина ее там сколько-то там, десятков метров, и вы можете выбрать и флакон, и наполнение, сам запах, то есть подобрать на компьютере и цвет флакона, и крышечку. Ну, в общем, это был главный козырь в описании всех преимуществ этой компании, замечательный. Ничего против не имею, потому что я не знаю, что это за компания, но как-то не убеждает меня вот такие аргументы, что эта компания имеет хорошую перспективу сегодня. Ведь если мы здравомыслящие люди, то давайте вот порассуждаем с вами сейчас, чем характеризуется сегодня ситуация на рынке. Тем, что кризис. Ну, кризис ведь. Ну, бизнесы рухнули у многих, обороты снизились у многих. Не у всех, конечно, но у абсолютного большинства. Рынки стоят, рынок недвижимости стоит, там стоит, здесь стоит. Рынки стоят, цены растут на все, люди нищают. Вот. Поэтому в этих условиях, среди многоогромного, многоочисленного разнообразия всех товаров и услуг, которые предоставляет на рынок сетевая индустрия, надо искать компанию с таким продуктом, чтобы он был востребован сейчас, в этих условиях. Чтобы он, значит, чтобы на него был ажиотажный спрос, чтобы он был постоянно, постоянно затребован снова. То есть он кончился, снова купил, кончился, снова купил. Чтобы на него люди хватали, чтобы он был актуальным. Это первый условий. Второй условий. Надо, чтобы вход в бизнес был недорогим. И продукт, чтобы был недорогим, и вход в бизнес был относительно недорогим. Ну, тысяча баксов, это, конечно, уже много, это очень много, даже 600-700, ну, много для человека, это два. Третье, что надо, люди ведь хотят в условиях кризиса экономить, они хотят заработать, они хотят заработать быстро, потому что, ну, некогда развозить. Поэтому деньги должны быть быстрыми сегодня. Это не значит, что пришел, схватил и компания развалилась, нет, надо искать такую компанию, чтобы у нее маркетинг-план, был организован так, система выплат организована, чтобы ты не лично в линию долбасил один, в одиночку, потому что большинство людей не способно эффективно работать, а вот чтобы аккумулировались усилия выше стоящих лидеров над тобой и ниже стоящих под тобой, и вот общие усилия давали бы тебе быстрый заработок. Вот это было бы хорошо. Ну, как правило, эта система бинарная такая. Если под ней в этом маркетинг-плане есть надежность и долговечность и жизнеспособность, то значит все. Это хорошая система. Итак, первый и главный критерий – это востребованный продукт, который нужен людям сегодня, в нынешних условиях. Вот я взял и прикинул список, просто так, на вскидку, взял, фетрадки набросал, список товаров, которые обычно продаются через сетевой, через сеть, через товаропроводящие сети, как сегодня говорят. Ну, давайте, я прочитаю этот перечень, а вы скажите, на каких товарах экономить можно, а на каких категорически нельзя? На чем люди будут экономить 100%, а на чем люди не станут экономить, что они обязательно будут покупать? Давайте. Средства по уходу за волосами. Можно на этом экономить? Экономят люди, да. Косметика для лица, безусловно. Декоративная косметика, ну, конечно. Средства по уходу за телом, духи, разнообразные пищевые добавки, важные, ценные вещи. Ну, я знаю, что люди собаку лучше покормят, чем пищевые добавки себе купят. Часто так, к сожалению. Средства по уходу за домом, средства по уходу за автомобилем, золото, бриллианты, электронные продукты разнообразные, там конструкторы, раскрутчики, там всякие ротаторы. Для сайтов, для блогов, ну и прочее, 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 прочее. Инвестиции в разнообразные фонды, там пенсионные фонды, инвестиции, короче. Страховки, шоколад, товары для животных, джинсы, бижутерия, программы для изучения иностранных языков, соки, многочисленные и разнообразные соки, конкурирующие друг с другом. Приборы разнообразного назначения, фильтры для воды, для воздуха, там разные очистительные системы, прокладки гинекологические, пластыри, игры разнообразные, кофе, чай, чаи многочисленные, посуда, туристические путевки, кредиты, ну то есть электронные ваучеры для участия в электронных аукционах разнообразных. Обучение, программа обучения, средства для экономии топлива, средства для снижения затрат на бензин, соляр и так далее. Ну вот если рассуждать здраво, вот я так вот рассуждаю, я вот знаю одного человека очень хорошо, который последние 24 дня, я его настолько хорошо знаю, уже много-много десятков лет знаю, В последние 24 дня вот он все это взвесил, поговорил с людьми с разными, посмотрел и он рассуждает так, он говорит, я не могу видеть, когда мои дистрибьюторы не зарабатывают денег. Просто это нетерпимо, это просто невозможно. Каким бы бизнес классным ни был, если дистрибьютор в течение 2-3-4-5 месяцев вообще ничего не зарабатывает, только тратит, то это плохо кончается. Поэтому он сменил временно, во всяком случае в данный момент сменил направление деятельности, и он нашел компанию, которая из всего этого перечня предоставленного выбрала самый главный продукт на сегодняшний день, Самое актуальное продукты для экономии топлива, ну потому что есть вещи, на которых никто не будет останавливаться, прекращение их использования. Я имею в виду мобильную связь, я имею в виду интернет, я имею в виду автомобиль. Как бы то ни было, это все будет использоваться. Поэтому, если на мобильной связи можно сэкономить, хорошо, если на интернете можно сэкономить, хорошо, если можно сэкономить на бензине, тоже классно. Так вот, бензин, актуальная тема, востребованный спрос. Он узнал, что в этой компании продукт дает очевидный результат, и он все время, все время, все время, все время уходит. Человек однажды попробовал, потом он уже не может, потому что он... Но если человек экономит 20% на топливе, и каждая шестая заправка у него бесплатна, то подождите, кто когда остановится? А каждая заправка, продукт, каждая заливка на АЗС, продукт расходуется. Он уже расходился, а новый покупай. И цена дешевая. На заправку, которая стоит... На заправку, которая стоит бензином, там стоит 100 долларов, 2 доллара в бак дополнительного продукта, который экономит 15-10%, 20% топлива. Конечно, будут люди пользоваться. И у него за последние 24 дня столько продуктов продано, и из рук рвут, и все его дистрибьюторы, а их за 24 дня у него, я знаю, у него их уже вторая сотня давно началась. И что он говорит, что каждый день у него подписывается как минимум один новый партнер, чего никогда не было у него за 15 лет в ведении бизнеса. Он рассказывает о том, что это просто сумасшествие. Почему? Потому что продукт востребован. Потому что вход в бизнес минимальный. Ну, 30 долларов вход в бизнес. И начинают люди зарабатывать. Ну, подумайте сами. И еще немаловажно, что в этом бизнесе человек не предоставлен сам себе. Он только вошел, раз, два, двух, трех человек привел, смотрит, а под ним уже 50 человек. Это его настолько возбуждает, настолько подрывает, что он начинает со страшной силы. Тем более продукт расхватывает. Потому что это не духи, это не бижутерия сегодня. Я ничего против не имею, но это мало актуально в условиях кризиса. Когда все хотят снизить затраты. И деньги люди сразу получают. Что этого моего товарища, которому я рассказываю, которого я знаю очень хорошо, просто очень хорошо, много десятков лет знаю этого человека изнутри. И это его просто больше всего радует, что его люди начинают зарабатывать деньги. Быстро причем. А не так, что разговоры о том, что вот продукт классный, ты можешь составить себе сам запах для духов, крышечку для духов, флакон для духов, наклейку для духов. Но много-много месяцев ни один человек, в том числе и лидеры, не получает денег. Да что такое? Нет. Кризис. В кризис люди экономят. В кризис люди ищут дополнительный доход. Для этого должен быть продукт, востребованный и настроенный на кризисную ситуацию. Как ответ на вызов времени. Если у кого-то есть мозги, кто-то ищет реальный бизнес, то он должен смотреть. Мне вчера или подавчера предложили потрясающую китайскую косметику. Потрясающий маркетинг план. Потрясающую систему в интернете. Потрясающих лидеров. Потрясающий маркетинговый материал. Там, ну, невероятно, все потрясающе. Как мне сказали. Но не интересует ни меня, ни мое окружение сегодня косметика. Ни китайская, ни французская, ни итальянская, ни конголезская. Понимаете? А интересует, как сэкономить. Раз. Как подзаработать быстро на том, что нужно людям сегодня. Нужна сегодня людям китайская косметика? Да, нужна. Вне всякого сомнения. Хороший, наверное, продукт. Ничего против не имею. Но если взвесить с продуктом, который экономит человеку деньги на том, что он, когда он расходует бензин, и это дает ему возможность ездить не на велосипеде, а продолжать ездить на машине, то человек наверняка выберет не китайскую косметику, а средства для снижения затрат на топливо. Поэтому, когда к вам кто-то предлагает какой-то бизнес, смотрите прежде всего на то, какая ситуация на рынке, чего жаждет основная масса людей. Ведь закон рынка таков. Преуспевают те, кто поняли, какой товар или услуга востребована сегодня наибольшим образом. Потому что чем большему количеству ты предоставишь эту возможность, товар или услугу, чем больше людей захочет ее потреблять, твой товар или услугу, значит, тем быстрее ты разбогатеешь. Вот и подумайте, что актуально из этого списка. Хотя все надо, и шоколад нужен, и кофе нужен, и джинсы, и бижутерии, и соки, такие замечательные соки из удивительных растений, которые растут в Таиланде. И называется на букву Мэ. Желаю вам удачи.